Асу Алмабаев, Кай Калинкар. Наилегчайшая весовая категория. Ровно год назад Асу Алмабаев завоевал поиск чемпиона Найза, но позже оставил его вакантным. Итак, стартует первый раунд этого поединка. Мы знаем, что Асу в первых секундах обычно не стартует быстро. Да, долго притирается к сопернику. Есть у него такая черта, может даже отдать первый раунд. Поэтому это, наверное, самое опасное для Алмабаева. Воспользуется ли этим Алинкар? Статронет ли сразу же с первых секунд? С лоу-киков сейчас начинает. Есть такое ощущение, что он прикармливает этими лоу-киками. Это даже не лоу-кики, а калф-кики, да, так называемые? Да, 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 который сейчас... О, хорош на руках! Право апперкот доносит! Или боковой? Это был боковой удар. Еще один апперкот! Есть! Хорошее попадание! Но нельзя рано радоваться! Этот парень умеет держать удар! Алинкар, да, показал в своих последних поединках против Толхата. Чумагалиева. Апперкот есть! Но здесь в размин уже залез Алмабаев, сам пропустил на выходе. Одинаковые такой комплекции. Оба бойца. Да, еще раз апперкот! С разворотом! Такого раньше я там Алмабаева не видел. Да, Асу раньше ударку свою не раскрывал, не показывал, но сейчас правильно... Еще один апперкот! Сколько этих апперкотов съел Алинкар! Ну и уже привычная для нас борьба. Зашел под одну ногу. Что сейчас будет? Подсекает под опорную ногу. Есть боковой контроль. Что сейчас будет делать? Алмабаев насыпает просто ударами. Находится он в позиции хавгарда. Что касается борьбы, думаю, для Асу это максимально удобный соперник, если не допускать ошибок. Сейчас позиционная борьба больше за положение руки. О, как хорош сейчас в защите Алинкар. Но Спартера отпускать соперника Асу Алмабаев не желает. Сдвоенных таких ударов. Обратно залез хавгард. Алинкар, кстати, даже не пытается бороться. Блокирует одну руку сейчас. Как он сейчас руку заблокировал под ним же. Очень опасно такие амплитудные удары делать. Можно напороться на болевой или удушающий. Хорош! Вот видишь, как только раскрывается Асу, руки выше поднимают, Алинкар готовит треугольник. Поэтому Асу это чувствует и не может дорабатывать полностью. Да, ушел спиной к октагону Алинкар. Пытается с помощью сетки встать. Да, отключает. Пытается отключить левую руку. Будет блокировать сейчас ноги своего оппонента Алмабаев. Будет ли попытка взятия спины? Любит он это делать. Да, встать и сразу же тейкдаун. Что же это дано? Хорош! Это слом уже, можно сказать. Просто поднимает и втыкает соперника в канвас. 90 секунд до окончания первого раунда. Пошло добивание. Да, в этом раунде просто выживает Алинкар. Мало того, что он пропускал, он и в стойке. Сейчас вынужден в борьбе защищаться. Позиция хавгарда. Гарда полного, извиняюсь. Арена тем временем... В меньше минуты остается все так же в парке добивать своего оппонента Алмабаев. С корпуса на голову переводит удары. Все делает по базе, скажем так. Да, пошел он активно добивать. Поджимает. Осталось совсем мало времени. Несколько точных ударов по корпусу. От Асу. Контролирует ногу, обратите внимание. И опять мы возвращаемся в позицию хавгарда. Да, беспомощен в партере Алинкар. Как бы это ни звучало, боец из Бразилии сейчас в партере ничего не может поделать с Асу. Но это больше, наверное, стереотипное мышление. Да, но не все бразильцы знают бразильское движение. Как и не все спортсмены из Дагестана умеют бороться. Подавляющее большинство умеет, как и бразильский файтер. Все-таки это стереотипное мышление. Мы знаем, что Алинкара базовый боец Муай-Тай. Хороший раунд для Асу. Его задача сейчас продолжать разбивать соперника. Есть ощущение, что апперкоты это были такой задумкой. Домашней, да? Да, для входа, для прохода в одну ногу. Для тейкдауна, мне кажется. Хорошая такая патчика. Так, здесь все использовало. Ну и плюс, несколько точных апперкотов, я думаю, во втором раунде могут даже... Чувствуется, что Арман Ашимов дал пару подсказок Асуал Мобаеву. Несколько точных апперкотов могут остановить этот поединок во втором раунде. Мое мнение. Потому что ты уже разбил своего оппонента Алабаев в партере. Апперкоты на самом деле были прям жесткие. Ну, тот Кайка Алинкар против Талхата Шумагалиева когда был? Сколько лет назад? Да, это было три года назад. И такой ли сейчас держак у Кайка Алинкара? Такой ли сейчас у него подбородок? Да и плюс Талхат, наверное, не самый бьющий спортсмен. В отличие от Асу и от Армана. Разворота сейчас попал, но сам же пропускает. Аперкоты боковой. Обрати внимание, ставка делает. С разворота пошел Асу. Да, не опасается вообще борьбы Алинкар. Лезет вперед и попадает. Понимает, что отдал первый раунд в одни ворота. И нужно, нужно вырывать второй раунд. Алинкар абсолютно не идет. Пошел опять в ноги. Как он это легко делает? Да и плюс абсолютно не сопротивляется Алинкар. Позиция гарда. Вот теперь только додумался Кайк закрыть этот гард. Нельзя выпускать Асу из гарда. Тогда Асу сможет атаковать удушающими приемами. Это, наверное, такое главное оружие в арсенале. Неважно как, дайте ему шею, он задушит. Бьет, постоянно бьет Алинкар. Даже в неудобных каких-то углах умудряется все-таки где-то такнуть хотя бы локтем. Отжимает от себя, будет ли атака на болевое. Чувствует Асу. Но немножко пассивно начали биться. Три минуты остаются до окончания второго раунда. А Солмамбаев все так же контролирует своего оппонента в партере. Пытается улучшить свою позицию. Изредка наносит удары. Алинкар же абсолютно даже не пытается, на мой взгляд, провести свип, либо переворот снизу для того, чтобы встать на ноги. Вот сейчас, возможно, попытка и возможность все-таки выйти из партера. Половина раунда позади. Несколько точных ударов от Алмабаева. Еще одни удары. Разбивает своего оппонента в граунд импаунде Асу. Алмабаев. Там все-таки темп немножко сбросили по сравнению с первым раундом. Арена подталкивает к активной работе. Для Асу любая победа – это победа. Конечно же, для болельщиков нужно только лишь засрочная победа. Поэтому Асу спешить некуда. Ему остается меньше двух минут. Главное не повестись на гул толпы, на провокации и совершить какую-то ошибку. Планомерно делает свою работу. Видит задумки Алинкара. Хотя они довольно-таки примитивные, на самом деле. Здесь победа – одно поражение у Алинкара. Максимум, что может отсюда предложить Алинкар – это треугольник. Нету сетки октагона, чтобы встать. Думаю, после этого поединка Алинкар начнет работать над защитой от тейкдаунов. Попытался сделать свип и выпустить Лисгарда. Нет. Позиция Хавгарда, что уже упрощает гранденпаун. Упрощает возможность добивания. Меньше минуты остается до окончания второго рауна. Позиция никак не изменилась. Коротким локтем наносит удар Алмабаев. Еще один локоть. А в первом раунде казалось, что вот-вот и поединок закончится. Ну, очень живучий Алинкар. Ну, и Асу не особо форсирует события, на самом деле. Столько нужно же это отметить. С минимальным риском. Да, и в последних его поединках, на самом деле, стоит отметить, что Асу никогда… Асу, в общем, не авантюрист, скажу так. Да, согласен. Он больше сторонник работы по плану. Не отклоняться от этого плана. Да, какие бы там соблазны не были. Алинкар, к примеру, авантюрист. Да, мы видели это в поединке. Асу абсолютно противоположность. Зуман, я бы тоже сказал, что он авантюрист. Да, есть у него такие черты. Ну, вот, с зацепом под одну ногу сделал дэкдаун. Тот самый момент. Ну, и дальше. Планомерно разбил просто в партере. Планомерно. Какой физианый. Ну, что, заключающий, заключительный, третий раунд. Два раунда уверенно забрал Асу. Что нам предложат в третьем раунде? Кайк Алинкар. Арена скандирует Асу. Ну, оно и понятно. Оу, с разворота. Потрясел, по всей видимости, Алинкар. Да, было неприятно. Затормозит однозначный удар. Назад. А пока поправо. Алинкар навстречу. Да. Пошел в ноги. Первая защита от тейкдауна. Видит все. Это не ваги. Алинкар навстречу. Асу, мальчик. Дограмка обстречу. Ваги. Получит. Получит. Ваги. Оу. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok